Президентский визит. Завершилась двухдневная рабочая поездка главы государства в Карагандинскую область. За два дня Нурсултан Назарбаев успел побывать в Симиртау, встретиться со студентами политеха, увидел своих сокурсников, посетил строящуюся Назарбаев интеллектуальную школу и Карагандинский областной Акимат. Все подробности прямо сейчас. Нурсултан Назарбаев осмотрел здание Акимата и встретился с представителями общественности, с которыми провел неформальную беседу. Президент отметил, что по объему ВВП на душу населения Казахстан находится на одном уровне со странами Восточной Европы. Рассказал и о таможенном союзе, неоднозначно воспринятом казахстанцами. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что отечественные компании должны пользоваться преимуществами, которые дает таможенный союз. Некоторые обвиняют, кричат, орут, критики, не разбираются опять. Вот опять на Западе Советский Союз снова собирается, там Россия доминирует. Ничего подобного. Это моя инициатива, Евразийский Союз, если вы помните. Почему я это делаю? Потому что Россия, Активная Русь, хорошо было бы, Украина была, наш естественный рынок для товаров. Если мы будем расти темпами 7% ежегодно, внутри обеспечим всех, а куда будем продавать продукцию? Мы экспортируем сегодня на 90 миллиардов долларов продукцию за рубеж. За счет этого живем. В ходе посещения президент Казахстана ознакомился с ходом реализации индустриально-инновационной программы в Карагандинской области и социально-экономическими показателями региона. Индустриализация страны – это создать другую экономику, независимую от сырных ресурсов. Когда-нибудь сырный кончается. Я знаю страны, где нефть была, огромное количество теперь кончилось. Ну, например, Аман такая страна есть. За это время надо создать новые отрасли. И мы вот последние три года же по этой программе работаем. Уже ввели 550 предприятий, создали более 150 тысяч рабочих мест. Посетил глава государства Иназарбаев интеллектуальную школу. Здесь его ждали рабочая и студенческая молодежь, активисты и спортсмены. В новой школе для одаренных детей химико-биологического направления будут обучаться 720 учащихся. На основе конкурса отобраны лучшие преподаватели. Примечательно, что в интеллектуальной школе дети впервые будут изучать новые предметы, которых не было в обычных общеобразовательных учреждениях, рассказывает директор Равили Купов. Такой, например, предмет, как Казахстан в современном мире, глобальные перспективы исследования, преподавание в старших классах, профильных предметов предполагается вестись на английском языке, преподавание географии будет вестись на казахском языке. То есть здесь полностью реализована наша программа полиязычного обучения, о которой говорил президент. Оценил Назарбаев интеллектуальную школу и заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, участник летних олимпийских игр, карагандинец Дмитрий Карпов. Это уже современная школа, новый будет обучающий, не как в советское время учили, а будет уже по-новому учить, как за границей. Я бы хотел, чтобы мои дети учились здесь. Глава государства отметил, что таких школ раньше не было. В Казахстане сегодня созданы все условия для подготовки высококвалифицированной элиты страны и пожелал представителям молодого поколения успешно учиться, своим трудом добиваться успехов. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.